Сало, тушенка и теплые носки дошли до адресата. Димитровчане доставили гуманитарную помощь для Беркута и солдат-срочников, командированных на столичный Майдан. Уникальные кадры по ту сторону баррикад привезла Юлия Меншакирова. Автобус с гуманитаркой Димитрова въезжает в один из пансионатов под Киевом. Здесь между дежурствами на Майдане живут силовики. Мы привезли вам шоколад, чай, сало 100 килограмм, термобелье, по каждому по комплекту, носки. Бойцы Беркута тут же перегружают часть вещей и продуктов в автобусы, которые отправляются на Грушевского. Мы защищаем граждан, а не нападаем на них. Мы защищаем государственный строй, и поэтому мы на самом деле не враги людям. И все прекрасно это знают. Отряд заступает в 12-часовое дежурство. На улице Грушевского перемирие. Вмерзшие в лед коктейли молотого, брусчатка и остатки шумовых гранат. На баррикадах активисты Евромайдана заботливо протирают пианино. Так начинается музыкальный батл. Кажется, что мы находимся между двумя конкурирующими дискотеками. С одной стороны, со стороны Евромайдана звучит живая музыка, а со стороны силовиков репертуар попроще, но зато тоже душевный. Бойцы меняют друг друга в оцеплении через несколько часов. На территории, контролируемой правоохранителями, несколько палаток. В импровизированной столовой руководит процессом гражданский Сергей. Сегодня в меню каша с сосисками, хлеб, колбаса и овощи. Солдаты не голодают. Они могут прийти любое количество раз, пересменку, и съесть столько, сколько они съедят. Если нужно, те ребята, которые не могут перемениться на посту, мы, опять же, обеспечим супами и всем остальным. А часто добавки просят? В принципе, за последнее время тенденция на блице в том, что ребята уже даже не съедают то, что мы привозим. В принципе, находясь здесь, на службе по храму честного порядка, сотрудники все здесь обеспечены всем. То есть и одеты, и обуты, и накормлены. Но мы хотим поблагодарить наших земляков за то, что беспокоятся нас. То есть, скажем так, привезли сюда теплые вещи, продукты. Но мы поделимся здесь с нашими другими подразделениями, не только Беркут. Поэтому, скажем так, спасибо вам, что помните о нас и не забывайте. Возле Мариинского парка делегация из Димитрова во главе с мэром встречается с земляками. Сотрудники патрульно-постовой службы милиции в столице уже 18-е сутки. Димитровчанка Левтина Жук передает им от имени матерей самое теплое послание – поцелуи. Иди давай, следуй. Давай, следуй, давай. Мы понимаем, что фактически солдаты во многом не нуждаются. Но я считаю, что это больше, наверное, такая моральная поддержка. Что ребята на своем месте, они защищают целостность Украины, защищают порядок, защищают мир и стабильность в нашем государстве. На прощание мэр преподносит ребятам еще один сюрприз. Обещает милиционерам лучшие места на чемпионате мира по мотокроссу, который пройдет с Димитрови в августе этого года. Я думаю, мы вам решим билеты в ВИП-сектор, они будут стоить 50 долларов для вас абсолютно бесплатно. Я думаю, можно будет прийти там, ну, два билета каждого. Я думаю, что будет так. Спортом мы интересуемся, как бы нам это интересно, особенно еще если билеты на ВИП нам дадут места, это вообще будет замечательно. Юлия Меншакирова, Игорь Монастырев, телеканал Донбасс.